Всем привет! И вот мы снова направляемся в Латвию домой. Ставьте лайк, если вам нравятся наши влоги из поездок. Мы уже попрощались с папой и Викой. Да, так получилось, что они уехали раньше, и самое интересное, что завтра они должны приехать. Папа из командировки, а Вика с учебы домой, в конце недели. А мы бамсы уезжаем, да? Всегда. Но мы успели заснять с ними прощальное видео, так что вот, смотрите. Отвозим теперь Вику на автовокзал. Мы сегодня как таксисты всех отвозим на вокзал и со всеми прощаемся. Ну что? Я желаю вам не скучать по мне на канале Илюшина Танюша. Точнее лучше скучать. Я скоро вернусь через месяц. Мы встретимся меньше, чем через полтора месяца с Викой опять, с моими родителями, поэтому мне не так сильно грустно, как обычно. Прости, сестра, но я и пущу не слези в твою сторону. Это обидно. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Гроссная то, что сейчас так не будет. Я еще разу, да, блин. Супер. Уехали! Да, мы будем направляться домой, и эта поездка у нас будет очень насыщенная И сейчас, кстати, мы еще заскочим к маме на работу и попрощаемся с ней А поездка будет действительно насыщенная, но вы сами все увидите Так что не переключайтесь Ну вот, друзья, закупились мы в дорогу В Латвии мы закупились в дорогу Просто здесь все гораздо дешевле, чем в Латвии Конечно, было бы интересно вам, наверное, если бы мы сделали обзор на цены Надо как-нибудь В будущем, да Красота, маленькая Приезжайте, ждем вас всегда Вот мы заехали в Москву Здесь, как обычно, пробки Вот здесь у нас такая вот конструкция Мы снимаем себя на таймлапсе в инстаграм Так что подписывайтесь на наш инстаграм В описании смотрите И смотрите это видео Вот стоим мы в пробке уже почти 2 часа Впереди вон там Кремль И нам осталось еще 2 километра до цели Ну что ж, друзья, приехали мы на место Поставили машину на парковку И сейчас у нас будет встреча с одним нашим другом Ну вот мы в самом-самом-самом-самом-самом-что ни на есть в самом центре Москвы И здесь нужно смотреть в оба Потому что очень большой поток людей, поток машин Как всегда жизнь кипит Ну вы сами это видите И поэтому я боюсь отстать Пока буду общаться с вами Поэтому увидимся позже Ну что, будешь себе упомянуть? Класс Представляете, друзья, это просто магазин Я представляю, какие цены тут Ну вот мы зашли в такое интересное заведение Вот такой интересный ресторан Все сделано в советском стиле И меню здесь очень необычное Ну это наш друг Александр Митрофанов Он у нас был в Латвии в гостях И мы засняли с ним одно интересное видео Беседу, так что в ближайшее время Вы это видео обязательно посмотрите Что скажешь? Очень вкусный, облепиховый напиток Друзья, в общем, у нас случилась такая ситуация Пришли мы к машине И машина не заводится В общем, мы тут застряли Но слава богу, что есть друзья у нас И мы сейчас с ними созвонимся Пробуем как-то решить этот вопрос Ну нет, мы в принципе знали, что наша поездка домой Будет очень насыщенная Но что-то такой степени Друзья, вот пока мы стоим Немножко хочу рассказать кое-что вам Видите вот этот Макдональдс? Так вот, это самый первый Макдональдс в России Который был построен в 89 году еще Даже в Советском Союзе, можно сказать Да Самый первый Макдональдс еще в Советском Союзе Он тогда еще не развалился до конца Вот это да Рукой подать Вы знаете, где мы? Мы на Арбате Скажу по секрету вам Что я очень давно мечтала попасть на Арбат И каждый раз это срывалось Поездка И мы сегодня тоже решили Ну все, пойдем на Арбат Сто процентов И тут у нас ломается машина И мы понимаем, что у нас не получается пойти на Арбат И пока мы ждем помощь Чтобы нам помогли починить эту машину Мы решили прогуляться Пошли по одному бульвару Пошли по другому бульвару И понимаем, что вот уже Арбат И моя мечта осуществилась Еще одна галочка в список моих мечт Тут просто замечательно Красиво Вот тут какие-то байкеры со своими мотоциклами Здесь очень много уличных музыкантов Музеи, кафе Очень красивые улицы Фонари В общем, все, что я люблю И пока я вот тут вам все рассказываю Вы все пропускаете Поэтому исправляюсь Профи Донор Стрельца У Долова Молодца На утро Физот У Царевых ворот пришел на прием Кофе от прием Стоит, улыбается, страшно пугается Друзья, видите вот этот особняк Здесь Александр Сергеевич Пушкин Провел мальчишник перед своей свадьбой С Натальей Гончаровой В этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин И затем они прожили в этом доме Вместе с Натальей Три месяца Три счастливых медовых месяца А вот мы можем увидеть памятник Александра Пушкина и Натальи Гончарова Вот такое вот историческое место Так что вот здесь вот Все пропитано любовью Потому что еще здесь мы с Илюшей Ну вы поняли, да? Грузинский ресторан, да, малыш? Ты по-грузински заговорил даже Вот это да Гамарджобаги на свале Так это правительственная трасса И вообще мы сейчас идем по улице Новый Арбат Такой интересный факт, что ради этой улицы Снесли очень много стареньких советских переулочков Чтобы выстроить здесь такой вот Новый Арбат Друзья, в общем, идем мы мимо этого здания И смотрите, здесь написано, что в этом доме Жил и умер Николай Васильевич Гоголь Вот такие дела Ну вот мы погуляли по Москве, нагулялись Пришли в машину И ура, мы едем! А как мы едем? У нас нету троса и нас тащат на обычной веревке Илюша переживает, потому что по Москве первый раз так Еще некоторые водители не видят то, что мы на тросе едем И пытаются втиснуться между нами Это, конечно, очень весело и забавно Кстати, не знаешь, сколько нам ехать? Нет, не знаю Мы сейчас находимся в самом центре Москвы А ночлег наш, я знаю, что он находится на окраине, возле Микада Ой, да, в общем, нам предстоит еще долгий и длинный вечер А время уже полдесятого Доброе утро, друзья! Ну вот, нас вчера набуксили, дотащили до места ночлега И сейчас меня тащат до автосервиса Приехал я сюда, зашел в автосервис Мне тут провели диагностику в машине, прямо здесь на месте И сказали, что это проблема с иммобилайзером То есть это такой обездвиживатель, противоугонная система в ключе Но, к счастью, у нас есть запасной ключ Только он находится не здесь, а у Танюши Поэтому я уже ей позвонил Она всегда должна прийти через полчаса И мы попробуем вторым ключом завести машину Друзья, сейчас будет очень трепетный момент Вот, жена принесла запасной ключ Очень надеюсь, что получится сейчас Да Ну что ж Ну, видимо, проблема не в этом По входу Не получилось Приехали Ну вот, мы вызвали автоэлектрика И сейчас будем попытаться что-то сделать Не будем подробно говорить Но, в общем, нам сделали машину Слава богу, оказалась проблема именно в реле свечей накала Ее заменили просто, и с толкача машина завелась Представляете, это получается с 7 утра до 6 вечера Это сколько часов? 11 11 часов я провел с машиной Ну, в общем, слава богу Сейчас мы перекусим и поедем дальше Ну что ж Мы готовы ехать Что скажешь? Я сначала очень устала А теперь у меня появились новые силы И можно ехать Всем доброго утра, друзья Вот мы проснулись Собирались выезжать И опять машины не заводятся Тут с друзьями, которые разбираются В опеле и в дизелях Разбираются Да Ну, в общем, посмотрели Оказывается, тут возможно две причины Либо из-за того, что тут фильтр надо поменять И вот здесь лопнул шланг И туда подсасывал воздух Возможно, из-за этого как раз таки машина и не заводилась Вот сейчас пытаемся решить эту проблему И надеемся, что все получится, да? Да, надеемся О! Ну вот, сделали машину Конечно, с господом проблема решается быстро, хорошо Это точно Ну вот мы выехали из Великих Лук Или Луков Из Великих? И мы выехали из города Великие Луки Мы сейчас едем И знаете, что мы сейчас едем не домой Мы направляемся в Псков Нас пригласили на одно необычное и радостное мероприятие На котором мы будем участвовать И после этого мероприятия мы отправляемся Нет, не домой Вы все скоро узнаете Мы вам не сказали, что это за мероприятие А мы приехали на свадьбу Нас пригласили друзья И никто не знает из гостей, что здесь будем мы И нас записали в списке рассадки гостей Как тайные гости Илья будет сейчас в капюшоне играть на дудуке Я постараюсь это заснять Чтобы меня никто не увидел Вот я сижу в уголочке И вот такой тут зал Точнее ее часть Дальше я не могу показать Потому что я спряталась за аппаратурой И там вот звукорежиссер Илья с дудуком скрипачи Стоят и ждут выхода жениха и невесты Аплодисменты Браво! Малыш Малыш Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. 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 Всем вам желаю всего самого хорошего, обильных Божьих благословений. Подписывайтесь на Танюшу, на Вайлюшу. В общем, всем счастья, класс. Вот, кстати, еще. Человек не сказал нам пожелания. Всех ждем в Великий Новгород. Великий, не Нижний, приезжайте. Ну что ж, гости разошлись. И хочется по привычке сказать, теперь будет тишина. У нас еще трое детей. Так что не обиквайте жене не можем. Вы теряете, да, сынок? Ну что ж, друзья, мы уже тут несколько дней находимся в Великом Новгороде. Общаемся с друзьями. Тут некоторые дела решаем. И уже наступил день, когда мы отправляемся домой в Латвию. Так не хочется уезжать. А с другой стороны ждут дела. Приезжайте еще. Да, рады будем видеть вас. Жалко отпускать. Как хорошо было. Классный кадр. Друзья, так получилось, что мы сейчас едем опять не домой. Но заезжаем в Псков по пути. И там мы заночуем. И потом уже с утра спокойно поедем до Риги. Ох уж, это длинная дорога. Ну что ж, всем доброго утра. Вот мы заночевали в Пскове. Будем завтракать и поедем домой. Да, малыш? Да. Так, что там Танюша делает? Что ты делаешь? Кушать. Два чая. Во второй купе, пожалуйста. На дорогу у нас уже почти неделя. Представляешь, Илюш, да, мы в четверг. Ох, больше недели едем в Ригу. И организм очень бурно реагирует на перемены климата, погоды. И у меня вот простуда такая вскочила. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас попьем горячего чая. И нам тут Ирина сделала оладушку в кабачку. И даже сметану подаваться. Поэтому мы сейчас прям плотненько так позавтракаем. Уже полдесятка надо ехать. Что ж, друзья, вот мы и приехали, но не домой. Никогда дома не доедешь. Да, мы не выдержали и опять остановились возле границы Латвии. Решили заехать к нашим друзьям, которые живут возле границы Латвии как раз. Добрый день, дорогие друзья. Нам сегодня приехали наши давние знакомые. Мы очень рады их приезду. Это добрые, душевные люди. Вот это хозяин Александр. Я вас приветствую всех. Вот, и у них трое приемных детей. Привет! Спасибо, друзья, что приняли нас. Можете оставаться. Спасибо. Мы увидели вам комнату, будьте, как дома. Но мы уже поедем, потому что уже мы едем больше недели в Ригу. Но думаю, что на этот раз мы уже нигде не будем останавливаться. Уже до конца доедем до дома. В общем, не переключайтесь. Ну вот, мы прошли границу всего лишь за 40 минут, слава богу. Доехали мы, да? Да, я думала, этого никогда не произойдет. Вот, а я лечусь. Кое-чего не хватает для полного выздоровления. Это свершилось, друзья. Мы приехали. Мы думали, это никогда не случится. Это точно. Ну, мы тут уже выгрузили вещи с машины. Надо только теперь это все как-то разложить по местам, по полкам. Леончик хочет что-то сказать. Ты рад, что ты дома? Ну что ж, вот мы и прибрались. Ну, почти. Ну, да, почти. Помимо уборки у нас еще внимание просил малыш. Еще нужно было кое-что приготовить. И, в общем, много-много дел, кроме уборки. Мы будем завершать это видео. Надеемся, что оно вам понравилось. Такое насыщенное. И мы сами еще даже не верим, что мы приехали. Что же никуда не надо, да, ехать. О, да. Но еще нам предстоит очень много-много поездок. И скоро вы об этом всем узнаете. А с вами были... Илюшина. Танюша. И... Малыш Леон. И помните, друзья... Мы вас очень любим. Пока-пока. Вот так. Как? Подождите. Вот. Вот так. Да. Да. Все? Да. Хорошо. Понял. Надо ехать уже, не лазь.